Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами сегодня на прямой связи по скайпу политолог Сергей Михеев. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте. В Москве и в Московской области, как мы знаем, введен пропускной режим с понедельника. В частности, судя по тем видео, которые уже появились в сети, это спровоцировало огромные очереди, что в принципе идет в разрез с правилами социальной дистанции, которые также введены. Как вообще все это будет функционировать? Как вы это видите? Да, вообще-то все функционирует достаточно понятно. Вы понимаете, когда говорят, в сети появились видео. Ну да, в сети появились видео. Сколько их? Два, три. А станций в Москве больше ста. То есть больше ста видео появилось. Ну есть достаточно видео с разных станций. Появилось два-три видео. Действительно, есть проблемы. Московские власти вот этот момент, на мой взгляд, не продумали. Я так понимаю, что они из этого сделали выводы. Предположим, сегодня уже таких видео нет. То есть да, они были вчера. Режим был введен вчера. Сегодня таких видео нет. Это значит, что они из вчерашней ошибки, ошибка была. Из этой вчерашней ошибки, которая была предсказуема. Да, они извлекли какие-то выводы. Сегодня таких видео нет. Это значит, что они смогли с ситуацией справиться. Что касается машин на въезд. Ну это тоже было, в общем-то, вполне себе понятно. Потому что да, на въезд в Москву машины тормозили для проверки пропусков. А как еще можно осуществлять пропускной режим? Посмотрите, что творилось в Европе, когда, например, скажем, страны стали закрывать границы. Ну, пробки растягивались на огромные километры. Могу сказать, что в Москве таких километровых пробок не было. Например, скажем, я вчера выезжал из Москвы, сейчас вот я там доехал до дачи. Меня вообще никто не остановил. Более того, на выезд не было ни одного поста. Были посты на въезд в Москву. Внутри Москвы такой ситуации не было. То есть те, кто ехал из области в город, да, у них были проблемы. Сегодня, насколько я понимаю, с этим тоже попроще. Но здесь вот с машинами тут другая ситуация. Если в метро была ямно допущена организационная ошибка, то с машинами на въезд, ну так будет в любом случае, потому что пропускной режим введен. Я могу сказать, что я лично не в восторге от пропускного режима как такового. Я не уверен, что это на самом деле была единственная необходимая мера. Я не уверен, что она поможет прямо уж так вот в борьбе с этим коронавирусом, потому что пропуска на самом деле получаются на раз-два. Вот мне, чтобы уехать, например, скажем, я просто перестраховался, получил себе этот однодневный пропуск, я получил его ровно за две минуты. Вот. Но это, с одной стороны, хорошо. А с другой стороны, это означает, что, в принципе, такой пропуск может получить кто угодно. И, по крайней мере, на один день уж совершенно точно, более того, на один день этот пропуск никто вам не аннулирует, потому что просто не успеют проверить. Поэтому, например, разовые однодневные пропуска можно получать без проблемы, по заявительному порядку вы получили и поехали. И целый день вы где-то там, значит, ездите, хотя там есть определенный маршрут. Да, вопрос возникает с теми, кто хочет получить до конца апреля пропуск, да, они там подают свои данные, потом их проверяют, могут аннулировать, если они считают такие данные некорректными. Ну, так вот, в принципе, не очень ясно, насколько это действительно позволит бороться с вирусом. Но, с другой стороны, я, например, как человек, так сказать, метафизический противник вот этого цифробесия, я, в принципе, конечно, против того, чтобы эти цифровые технологии оккупировали всю жизнь, везде они внедрялись и все такое прочее. Вот, и меня совершенно не радует весь этот режим. Вот, я уверен абсолютно, что он будет отменен по прошествии вот этого карантина. Но если вдруг кто-нибудь попытается за него зацепиться, здесь надо совершенно четко сказать, что это надо отменять. Но, с другой стороны, я, например, понимаю власти, потому что они очень боятся того, что действительно ситуация пойдет по непредсказуемому пути вот с этим самым заболеванием. А что они еще могут сделать? Вот, что они могут сделать, кроме карантина? Скажите, в какой стране, причем во всех странах, в остальном-то, в Европе, в Штатах, ситуация там на порядок хуже, чем у нас. Но в какой стране придумали другое средство для того, чтобы с этим бороться? Другого средства я не вижу. Это, кстати, вопрос о бессилии науке. По большому счету, вот мы, значит, так любим обожествлять науку и все, что с этим связано. Вот, врачи сказали, ученые сказали, британские ученые написали. А посмотрите, к чему мы пришли. Они баловались-баловались с этими геномами, да? Теперь мы не понимаем, откуда этот вирус, то ли он искусственного происхождения, то ли нет. А когда дело дошло до лечения, они не знают, что делать. Не знают, причем это касается всех врачей и ученых во всем мире. Вирусологи как раз понимают, что этот вирус не искусственного происхождения, Сергей Александрович. Вирусологи говорят о том, что этот вирус не искусственного происхождения, так как он уникален по своей структуре молекулярной. И об этом в том числе и в нашем эфире заявлено. Почему я должен верить этим вирусологам, если есть данные об опытех с изменением генома? Я не считаю, что необходимо им верить. Во-первых, вирусолог, вирусолог огородит. Знаете, сейчас, когда началась эта эпидемия, пошла другая тема. Раньше мы говорили, ученые считают. Теперь вот я просто буквально сейчас сел за этот, так сказать, портлятый компьютер и просмотрел эти самые, просмотрел там новости. И вот какие заголовки? Ну, в стиле интернета. Врач утверждает, что пик будет летом. Врач. Какой врач? Врачей, их миллионы. И теперь вот просто то, что ты врач, уже напредает авторитеты твоему мнению. Вирусологи бывают разные. Я лично общался с военными вирусологами, которые считают, что этот вирус модифицирован искусственно. Кто это сделал? Когда? Зачем? Для чего? Это вопрос. Это тайна, покрытая мраком. То есть вирусологи бывают разные, и мнения у них тоже разные. Сейчас же вы понимаете, что сейчас вирусологом стал каждый второй. Как вот эта была шутка тоже, которую запустили там по сетям. Откуда столько взялось вирусологов? Раньше ведь нормальные политологи были. А теперь все стали вирусологами. Ну, никто же не понимает ничего. Слушайте, если врачи, которые занимаются этим, не знают, как лечить, кому вы верите? Вирусологи считают. Да сколько этих вирусологов? У них каждое свое мнение. В нашу студию приглашаем компетентных экспертов. Доктора медицинских наук у нас выступают. Если немножко сделать шаг назад, почему, на ваш взгляд, в России не объявляют режимы чрезвычайной ситуации? Ведь сегодня юристы, политологи также указывают на то, что те меры, которые введены, например, штрафы, которые введены за несоблюдение карантина, они юридически неверны, потому что карантина как такового нет ввиду отсутствия чрезвычайной ситуации, объявленной в России. Никто не сомневается в разумности этих мер, но сомневаются в законности. В России в законодательстве есть положение чрезвычайной ситуации, а есть еще пункты об угрозе чрезвычайной ситуации. Поэтому, на самом деле, с юридической точки зрения, там тонкости такие кузуистические, в которых обычный юрист просто плохо разбирается. Там есть, у властей есть, значит, зацепка, по которой они осуществляют именно этот режим. Там есть понятие ЧАЭС, а есть понятие угроза наступления ЧАЭС. Они действуют в ситуации угрозы наступления ЧАЭС, которая позволяет как раз властям, указам президента или распределению президента дать дополнительные полномочия на местах, что и сделано в зависимости от регионов, они разные. Но я могу сказать, почему не вводят. Потому что, на самом деле, при режиме ЧАЭС станет еще хуже. Во-первых, все-таки ситуация в России не такая, как в Штатах или в Италии, или даже была в Китае. И поэтому, ну, просто на основании для подобного ЧАЭС нет. А во-вторых, с экономической точки зрения, все те, я не знаю, как у вас, а в России любой, кто заключал договор с работодателем, знает, в конце этого договора стоит пунктик о форс-мажорных обстоятельствах. Вот в случае наступления форс-мажорных обстоятельств ваш работодатель имеет право без объяснения причин расторгнуть с вами договор. То есть, я просто знаю, так сказать, многих бизнесменов, которые, ну, тоже бесятся от всех этой ситуации. Они раздражены и говорят, лучше бы ввели ЧАЭС, я бы тогда просто уволил всех своих работников. Вот и все. Поэтому власти, когда этого не делают, я думаю, они опасаются еще более худших последствий. Тут, понимаете, удобно, так сказать, критиковать. А если находиться на этой позиции, вы поймете, что огромное количество сложностей. То есть, режим ЧАЭС, еще раз, внимание, дает право любому работодателю уволить без объяснения причин всех работников. И мне об этом говорили предприниматели. Говорят, я сейчас их уволю, а после они все равно сами приползут, никуда не денутся. А вот если их уволят, представьте себе, в стране за 2-3 дня безработица возрастет, например, на 300%. И что с этим делать? Поэтому, на самом деле, они ищут такие, я имею в виду власти, они ищут такие вот, ну, балансируют на грани всех нужных решений, когда, с одной стороны, можно создавать ситуацию по ограничительным мерам, с другой стороны, все-таки, чтобы не свалиться в полный обвал. Вот и все. На ваш взгляд, насколько адекватно и грамотно ведет себя президент России Владимир Путин, потому что его заявление о печенегах и половцах, которые широко обсуждалось, в том числе в интернете, кто-то считает, что это был такой отвлекающий маневр, потому что никто уже не помнит, что было в этом обращении, но все помнят эту фразу от тех, кто терзал Русь. То есть, вот как вы вообще оцениваете действия, слова, высказывания и поступки Владимира Путина в этой ситуации? Поступки Владимира Путина, на мой взгляд, абсолютно адекватны. Я готов был бы покритиковать за что-то другое, но в данном случае считаю, что он действует абсолютно адекватно и вполне всеэффективно. Смотрите, у него было четыре обращения. Из этих обращений только одно, на мой взгляд, подвисло в воздухе, когда он как раз сказал, что давайте до 30 апреля продлим, все на другие три, значит, они были наполнены конкретными предложениями по поводу оказания материальной помощи физическим лицам, то есть людям и компаниям-предпринимателям. Я хотел обращать ваше внимание на то, что ничего подобного в России не предпринималось с 91-го года. Вот начиная с начала постсоветской государственности, с 91-го года по сегодняшний момент, никогда государство не оказывало такой масштабной помощи ни по какому другому поводу. Ни во время войны на Кавказе, ни во время кризиса 99-го года, ни во время кризиса 2008-го года никогда государство в таком объеме, в такой прямой помощи людям не оказывало. Да, были вот эти вот несколько кампаний по оказанию помощи банкам, абсолютно в стилистике либерального рынка. Давайте вольем деньги в банковскую систему. Банковская система – это кровеносная система экономики, ну все вот это вот бла-бла. А потом все станет хорошо. Вы знаете, там 70% этих денег быстро оказалось на Западе, в американских и европейских банках. Вот сейчас помощь оказывается непосредственно здесь, в стране, людям, которые здесь живут, здесь работают, и предпринимателям, и, так сказать, обычным обывателям. Сказать, что она достаточная нельзя, но если сравнивать со многими другими странами, она беспрецедентна. И внутри России, еще раз повторю, за всю историю постсоветской России с 1991 года ничего подобного государство не делало. Поэтому, мне кажется, его действия выглядят вполне адекватно. То, что он перевел в определенном смысле стрелки на региональные власти, ну, с технологической точки зрения, это ход вполне себе грамотный. Ну, во-первых, все-таки в разных регионах разные ситуации. Это правда. Одно дело то, что происходит в Москве, другое дело то, что происходит в каких-то отдаленных на субъектах федерации, потому что там гораздо меньше больных. С другой стороны, понятно, с точки зрения рисков, он риски этих вещей перевел на региональные власти, а потом с них можно будет спросить. Например, скажем, по тому же вот этой проблеме там с чередями в московском метро. Это прилетело Собянину в первую очередь, да. И Собянину же из Кремля указали, что надо в этот же день, что надо с этим разобраться. Бат, сегодня разобрались. То есть, по итогам этих вещей будут делаться, в том числе, видимо, какие-то кадровые решения. Кстати, мало кто заметил, но довольно много губернаторов уже слетело. То есть, как, они подали заявление просто потому, что, видимо, не справляются с ситуацией. И это объективное составляющее. Теперь про субъективное бла-бла, которое, как вы сказали, в сетях, там, половцы печенеги и прочее, прочее. Слушайте, ну, это отсылка, действительно, к речи Павака. Да, известный российский адвокат, русский адвокат, как бы, да, 19 века. Он в своей речи известное дело со старушкой, укравшей чайник. Да, ну, понятно. Я почему верю в это? Потому что Путин юрист, они эти вещи изучают. Вот тот-то учился профильно, тот помнит какие-то вещи, которые им там задалбливали в голову, как бы. И они у него крутятся всю жизнь, каким-то образом он применяет то к этой, то к другой ситуации. Поэтому у него это, возможно, всплыло чисто автоматически. Другое дело, что об этом никто не знал. Вот можно сказать, ну, вы не знаете знаменитого юриста Плевака? Какой же вы после этого образованный человек? Вот такие дела. То, что это было не всем понятно, но он, в общем-то, понимаете, тоже не должен, как журнал «Мурзилка», объясняться на языке «мама мыла раму». Но вот есть президент Трамп, тот у того все право. Он говорит только «great», «amazing», «nice» или, наоборот, «terrible», «horrible» и все остальное. Но вот я считаю тоже подобный стиль, так сказать, перегиб. Поэтому, ну, вот привязались к... Вы знаете, почему к печенегу с полосцами привязались? Потому что больше привязаться не к чему в данном случае. Еще звонок у нас, точнее, первый звонок в этой части программы. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, слушаю вас. Лариса, у меня вопрос, вообще-то, по политике. Как вы относитесь к авторитарному режиму Рамзана Кадырова? И почему Москва терпит очень часто его выходки? В том числе, вот, например, сейчас полнейшая изоляция Ингушетии. То есть, это кусок России, но он закрыл границы полностью. Спасибо. Да, спасибо вам. Ну, а насчет этого, мне очень интересно, а какое вам дело до Рамзана Кадырова и, так сказать, его режима, как вы говорите? Вы живете в Ингушетии или в Чечне? Или просто вам что-то такое там напели, как бы, да? Вы тогда были в Чечне? Я там был. Ну, вот поэтому наша радиослушательница и обращается к вам, чтобы пояснить. Так вот, что касается того, что, так сказать, Рамзан Кадыров, его меры по закрытию границы я лично не поддержан. Я считаю, что это неправильно. И, по большому счету, вот это все сейчас попытка губернаторов из разных регионов закрывать границы своих регионов. В этом ничего хорошего нет. И, в общем, это, по большому счету, я лично считаю это недостаточно оправданным или неоправданным вовсе. Да, в конце концов, давайте, когда эпидемия кончится, так сказать, да, скажем, та же самая Москва, вот многие регионы сейчас тоже нагнетают такую, знаете, москвофобию, давайте не будем пускать из Москвы людей, давайте Москва после этого не будет пускать к себе. А как вот вы к этому отнесетесь, да? Давайте Москва закроет границы и после эпидемии не будет пускать к себе. Что же касается режима Кадырова как-то какого-то там внутри Чечни, он соответствует местной специфике. Он, на самом деле, в формальном смысле за пределы российских законов он не выходит. А с точки зрения того там духа, который там присутствует, да, там есть довольные этим, есть недовольные. Но, в общем, это соответствует специфике тех людей, которые там проживают. Нравится вам, не нравится. Но управлять ситуацией в Чечне, знаете, так же, как в Голландии, у вас не получится. Если бы, когда мы пытались это делать таким образом в начале 90-х, мы тут же получили войну. Надо просто быть реалистами. Вот и все. Путин Кадырова боится, как вы считаете? Да, конечно, нет. Никого не боится? Путин, а как он, а чего его боятся Кадыровы, скажите, с какой стати? Что может такого сделать Кадыров, чтобы Путин его, так сказать, страшно боялся? Мне кажется, между Путиным и Кадыровым в полное взаимопонимание. Кадыров относится к Путину с большим уважением. И он в нем видит авторитетного лидера. Именно такого лидера, который, на самом деле, смог навести порядок. А вот в Ельцине чеченцы такого лидера не видели. И поэтому была война, страшная кровавая война. Надо просто, я еще раз говорю, есть вот какие-то иллюзии по поводу демократии, а есть реальность, да? Вот вы в данном конкретном случае по-другому управлять не можете. Поэтому разговоры о том, что Путин боится Кадырова, это, ну, они мало того, что не имеют отношения к действительности, они просто, ну, как бы, ну, без обид, но показывают, как бы, непонимание всей сложности этой ситуации. Путин не боится Кадырова. Более того, я считаю, что как раз Кадыров, ну, скажем так, опасается в рамках уважения Путина. Потому что, потому что, на самом деле, не будет поддержки Путина, не будет и Кадырова. Вот и все. У нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, Алексей. Да, Алексей. Сергей, во-первых, хочу просто поблагодарить вашего собеседника. Очень всегда интересовался его мнением, комментарий, смотрел часто по телевизору. Большое спасибо за его мнение, оно очень созвучно и моим мыслям еще раз. Вот. Хотелось просто уточнить ваше мнение по последнему интересному событию по поводу вот этих якобы застрявших в Америке российских школьников, которые почему-то без ведома России опять оказались в Америке. Довольно интересная и симптоматичная, по-моему, ситуация, когда Захарова официально будет, что вообще бы ни ухом, ни рылом, как говорится, откуда там наши граждане оказались, почему они не могут выехать, да? И второй вопрос все-таки интересно. Ваше мнение, вы участвуете и в телевизионных ток-шоу, и так далее, общаетесь с ведущими. Не очень понятна позиция все-таки того же, например, Киселева, который с придыханием презентует очередную зуриху по телевизору, который является, ну, явно антироссийским, опять антиисторическим проектом, типа тех же сволочей до штаба. И опять они с придыханием эту либеральную чушь историческую пропихивают нам по телевизору. Спасибо. Спасибо за хорошие слова, но вы переоцениваете мою скромную персону. Если вы думаете, что я просматриваю все сериалы, все новости, все, так сказать, эти самые блоги, читая все чаты, то вы серьезно ошибаетесь. Вообще, я честно скажу, я считаю, что современному человеку, бедному, вот этот огромный информационный поток, который сваливается, он им не под силами. И вот я лично, несмотря на то, что я профессионально этим занимаюсь, я, например, отгораживаюсь от большой количества информации, потому что считаю совершенно бессмысленной, бесполезной, ненужной, иногда даже просто вредной. Я не знаю, что такое зуриха, вот я не смотрю никаких сериалов, мне это неинтересно, и поэтому, ну, я не знаю, о чем он, и поэтому как-то вот это там, что там, Киселев по этому поводу говорит. Я просто этого не знаю. Хотите верить, хотите нет. Я многих вещей, которые принято горячо обсуждать в разных всяких интернетах, не интересуюсь, потому что меня не интересует, ну, то есть, грубо говоря, я не хочу быть в каждой бочке затычка. У меня есть темы, которые меня интересуют, у меня есть мнение по ним, но пытаться быть профессионалом или там экспертом, или высказать мнение по любой теме, я для себя свою, так сказать, работу и жизнь так не вижу. Я не знаю, что это за сериал, не могу ничего им сказать. А как, кстати, время проводите на карантине? Как время проводите на карантине? Давайте я сейчас сначала про это, про Захарова, а потом скажу, как я провожу. Это самое. Что касается Захарова и вот этих школьников, там есть ситуация с программой «Флекс». Была такая программа по якобы обмену, которую, значит, финансировал государственный департамент. Сводилась она к тому, что за деньги Газдепа с постсоветского пространства, причем, я думаю, что из стран Балтии в том числе, а также из России, школьники по линии Газдепа уезжали там на полгода, на год в Штаты, там они учились в местных учебных заведениях, в школах жили в семьях и так далее, и так далее. В 2014 году Россия вышла из этой программы, потому что она считала ее, эту программу, как бы, да, ну, скажем так, подозрительной. Ну, например, почему подозрительной? Потому что в ту сторону в Америку ехали все, а в эту сторону никто. Потому что в эту сторону Газдеп не финансировал. Например, скажем, если это программа обмена, то давайте, ладно, 100 школьников из России в Штаты, а вы нам давайте 100 школьников из Штатов в Россию, мы здесь их будем окучивать, да. А американцы этого делать отказались, и Россия в 2014 году вышла из программы «Флекс». Но, значит, американцы нашли выход. Они эту программу перепрофилировали через эти самые, через частные фермы, компании, туристические в том числе. И продолжили вывозить туда этих детей, значит, да, ну, уже как бы таким почти что нелегальным образом. Но из-под контроля МИДа эта ситуация вышла, да, потому что эти дети уезжают как туристы. Вот такие дела, да. Поэтому сейчас они там зависли, сейчас говорят, что их повыгоняли из этих школ, из этих семей в связи с этим коронавирусом, и вот типа забирайте их скорее, и все такое прочее. Поэтому, да, для МИДа это казалось вот неожиданностью. И, собственно, мы и не претендуем на то, что мы следим за каждым гражданином, который выехал за пределы Российской Федерации. Ну, это правда, серьезно. Ну, давно уже нет Советского Союза. Плохо ли, хорошо ли, это можно обсуждать до посинения. Но его нету. И в России не такой, на самом деле, режим контроля, как в Советском Союзе, да. Поэтому мы просто не знаем, что там делают наши граждане все. Вот сейчас вот в ходе этой эпидемии, кстати, она абсолютно завозной характер имеет, это действительно так, в Россию привезли ее из Европы. Вот знаете, как Трамп сказал, это китайский вирус. А его журналисты спросили, а почему вы называете этот вирус китайским? А он говорит, потому что он пришел из Китая. Вот в России, например, я запросто могу назвать этот вирус европейским. Почему? Потому что он к нам пришел из Европы. Но сотни в этом. Говорят, что за эти, так сказать, полтора месяца в Россию чуть ли не около миллиона человек вернулось. Вы думаете, мы знаем, чем они там все занимались? Вообще не знаем. Эта информация есть на самом примерном уровне. Вот этот вроде как турист, а тот вроде как просто уехал. Мы этого не знаем, поэтому там речь идет о десятках детей, да, мы не знали о них. Это вопрос к их родителям в первую очередь. А почему их дети оказались вот там на полгода, год, и они не жужжат совершенно, эти родители, и как бы никаких вопросов не задают. Что касается моего времени, препровождения, я ничего такого особенного про себя сказать не могу, потому что у меня довольно много работы, поэтому мне приходится там и ходить, и ездить. И, кстати, в метро я езжу там постоянно, вот так довольно интересно, да, все это там пусто. Вот на метро, на машине там, вот с вами сейчас разговаривают. У меня довольно много всяких дел, кроме всего прочего. У меня там семья, там трое детей, как бы они все сейчас на дистанционном этом самом обучении. И, в общем, это породило тоже дополнительные трудности, сложности, связанные там с такими материальными, в том числе, вещами. Например, у меня семья из пяти человек, да, грубо говоря. Вот сейчас для того, чтобы всем фунциклировать, что называется, нормально, нужно пять компьютеров. Но у меня нет в семье пяти компьютеров. И у меня нет, так сказать, такого количества средств для того, чтобы это, ну, всяких там разных наушников, микрофонов и так далее, и так далее. Я не считаю, нужно их покупать, поэтому там выкручиваемся, как можем. Вот в этом смысле мы в том же положении, так сказать, что и все остальные. Ну, работаем, учимся, как. Вот такие дела. В основном между дачей и Москвой. Как систему дистанционного обучения оцениваете вы как родитель? Я как родитель оцениваю отрицательно. Отрицательно я просто вижу это сплошное мучение для учителей, для детей. Объясню. Я считаю, что дистанционное обучение может быть эффективным для взрослого, мотивированного, сознательного человека. Да, он, например, студент, старше 20 лет, сознательно выбрав все подобную форму обучения, мотивированный, желающий, может получить от этого какие-то плюсы, если ему это очень надо. Что касается детей, то их крайне сложно эффективно обучать в таком режиме. Они и в школе-то не хотят, так сказать, особо учиться. А здесь они не мотивированы, не понимают. Для них это не такая необычная ситуация. Внимание падает, эффективность образования падает, эффективность выполнения домашнего задания падает. То есть в целом качество образования ниже. То есть как экстремальный случай, как радикальный такой, знаете, кризисный вариант, можно попробовать. Но, например, скажем, как постоянное, это кончится полным вообще, полным крахом абсолютно, потому что не будет никакого образования. Они не могут, особенно маленькие дети, тем, которые, так сказать, первые классы или даже средние классы, они не в состоянии сконцентрироваться на этих вещах, им крайне сложно все это делать. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Сергей. Да, Сергей, слушаю вас. Хотел узнать, как вы считаете, какая политическая, экономическая система для нас, ну и для России, для бывших соц. стран. подходит, то есть социализм, капитализм, там, либерализм, вот это все, что крутится вокруг. Значит, и какая система выборов власти более-менее приемлема, чтобы выбирали нормальных людей для управления государством. Спасибо. Да, спасибо. Ой, ну, такой вопрос, знаете, ну это как-то вот немножко так, это так вот. Ну я бы сказал, это немножко наивно. Вот социализм, капитализм, а еще либерализм. Либерализм. Это не экономист. Это идеология, теория. Капитализм, социализм – это социально-экономические, так сказать, учения. Это не одно и то же. А кроме социализма и капитализма вы еще что-нибудь назовете? Ну феодализм, можно сказать, да? Вот, например. Или там романтический, так сказать, строй, да? Вот какая форма управления? Демократия, монархия. Из чего выбирать? Вы знаете, я вам вот что скажу. Современный мир и мир вообще всегда, он гораздо сложнее этих штампов. Я абсолютно убежден, что все вот эти теории, которые какое-то время назад, так сказать, были сформированы, они и тогда не вполне адекватно описывали действительность. И сегодня, тем более, не подходят к тому, чтобы все многообразие и сложность жизни описать. Вот капитализм и социализм в том виде, в каком мы их изучали в советское время с вами, судя по голосу человек, так сказать, немолодой, вот так как это нам подавалось тогда, оно и тогда, на самом деле, не существовало. А сейчас вообще об этом всерьез говорить не имеет никакого смысла. Когда вы говорите о социализме, что вы имеете в виду? Вы имеете в виду, значит, образец советского устройства? Советское устройство какого периода? Восьмидесятые, семидесятые, шестидесятые, пятидесятые, сороковые, тридцатые или двадцатые? Это все будут разные способы управления, разные. Да, их формально объединяют, например, скажем, такие вещи, как там государственная собственность или общественная собственность на средства производства. Но в реальности это была разная жизнь, с разными приемами. Опять же, капитализм середины конца девятнадцатого века и капитализм конца двадцатого, начала двадцать первого века, это тоже абсолютно разные явления. То есть я лично, я просто сейчас скажу, поясню, я лично за то, чтобы выходить из этих штампов, они больше не работают на самом деле. Но если вы по-другому не можете мыслить, в таком случае я готов вас отослать, как тоже очень такой схематичный, я бы так сказал, примитивизированный пример, но тем не менее, скажем, к тому, что когда-то называлась теория конвергенции. А давайте возьмем все лучшее от капитализма и все лучшее от социализма и попробуем это как-то совместить, а все худшее отвергнуть. Если так попроще, двигаться надо в том направлении, где находятся наиболее эффективные решения. Эти эффективные решения, они вовсе не обязательно укладываются в ту или иную идеологическую или там социально-экономическую парадигму. Вот к этому надо идти. Знаете, как в современных науках основные, наиболее прорывные открытия делаются на стыке наук. Не в классической физике, например, не в классической химии, а, например, на их стыке и так далее, и так далее. На стыке естественных наук и еще, так сказать, разных других, например, какой-то там логистики и так далее, и так далее. Вот здесь вот надо искать. А что касается форм избрания хороших людей, я вам могу сказать, вы сначала найдите этих хороших людей. Хороший человек, на самом деле, не может быть избран. Вот что я вам скажу. Потому что сделать карьеру... Хороший человек не может сделать карьеру в политике. Хороший в том смысле, в каком вы это себе представляете. На самом деле, для того, чтобы сделать карьеру в политике, надо, несомненно, где-то наступить себе на горло. И этому надо тоже... Просто надо понимать, что человеческая природа в этом смысле, она неизменна. Она просто не позволяет создать идеальные формы существования, идеальные формы политического устройства, идеальные формы экономики. А разговор о том, что... Смотрите, ну вот такая-то вот лучше система, чем такая. Лучше на разных этапах. Вот сейчас, например, эта эпидемия. И мы увидели, как вся медицинская система Европы или Америки, очень восхваляемая совсем еще недавно, не справилась с кризисом. Не справилась. И не справляется. Неизвестно, как справиться. А вот Россия, которая якобы отстала и прочее-прочее, она пока еще справляется. Почему? Потому что система все-таки санитарная, педагогическая, система здравоохранения другая немножко. А в Китае третья. То есть это же все проверяется, понимаете. Это у обывателя клиповое сознание. Что вижу, о том и пою. А на самом деле, чтобы проверить эффективность, надо посмотреть на ситуацию, например, на протяжении десятилетий. Чаще всего, особенно в нынешней ситуации, вот этой информационной гонки, это сделать крайне сложно, потому что люди решают всю минутную задачу. Вот таким образом. Еще звонок у нас. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Я бы хотел задать вопрос вашему гостю. Вот следующий. он вот говорит, вы его спрашиваете о разных ситуациях в России, он пытается их сравнить с Латвией, а вот у него это не получается, потому что он плохо наш узнает действительность. Вот к нему вопрос, не хотел бы ли он посетить наши прибалтийские республики, чтобы ваучи убедиться о наших там проблемах или плюсах, и как бы больше своего времени посвящать вот этому направлению. Спасибо. Спасибо. Но вам запрещен, да, въезд еще в Латвию? Сколько мы знаем. Вот знаете, я вас спрошу, а вы точно уверены, что вы слушали сейчас меня, а не себя, вот этому слушателю? Я слово «Латвия» не употребил ни одного раза. Да, про Латвию мы не говорили. Я совершенно не сравниваю ситуацию с Россией с ситуацией в Латвии. Когда, в каком месте, я сравнил. Вот это, между прочим, свойство обывателя. Обыватель всегда слышит только себя. Он сам с собой спорит, он сам себе выдвигает какие-то, так сказать, аргументы и сам их опровергает. И другого человека, он тоже наделяет свойством себя, он разговаривает как с зеркалом. Когда, уважаемый, я в этой передаче или в любой другой нашей передаче, связанной с радиоболтком, упоминал Латвию? Ни разу. Вообще, когда я говорю, так сказать, у нас в России или где-то там, я, конечно, в первую очередь имею в виду не Латвию. Я имею в виду, как бы тот, скажем, ну, золотой миллиард, условно говоря, Евросоюз и США там или НАТО. И причем я говорю о блоках там, о каких-то системах и так далее. Я вообще ни разу не сравнил жизнь с Латвией. Вы себя послушайте и спросите себя, а вы-то сами способны адекватно анализировать информацию? Если вы слышите, так сказать, вроде бы, да, а придумаете себе что-то другое. На русском называется «смотрю в книгу, вижу фигу». Я про Латвию вообще не говорил ни разу. Это важно. Это важно. Теперь, по поводу того, не хотите ли вы съездить, не хотите ли вы там, то есть все опять-таки, ваш автор постоянно делает сравнение. Чтобы сказать, ваш гость постоянно делает сравнение, надо постоянно его слушать и следить за его карьерой, да, что называется. Вот я вам докладываю, уважаемый товарищ, мне с 2014 года запрещен въезд в страны Шенгенского союза. А знаете, кто мне запретил его? Литва. После того, как в 2014 году, побывав в Литве, в Литве, я встречался с, значит, с людьми, ну, вот в рамках там мне был приложен формат, как бы, конференции, и я высказывал свое мнение по поводу событий на Украине. После этого Литва, по требованию Литвы, поступил запрос в Евросоюз, и Евросоюз запретил мне въезд в ваш демократический мир. Поэтому я бы рад исследовать, как там у вас дела обстоят в Латвии. Да меня не пускают. В том числе, ваша страна, вот теперь я говорю о Латвии, потому что Латвия это член Евросоюза, а там все решения принимаются коллективно, в том числе решения по запрету или не запрету въезда тем или иным гражданам. В Латвии я был, я проехался и по Эстонии, и по Латвии, и по Литве как раз в 2014 году, и в Латвии, кстати, я тоже встречался с людьми. У меня была такая же встреча. Но вот к чести латвийских властей, могу сказать, что я там говорил примерно то же самое, но вот латвийские на власти стучать на меня не стали в Брюссель. И эстонские не стали, а вот литовские настучали. Настучали, да неизвестно, что они там такое, так сказать, сказали. Меня там они потом задержали на границе, долго трясли и так далее, и так далее, и так далее. Что я такого сделал? Причем вот это выступление, после которого мне забанили въезд, его можно найти в интернете, в частности на моем канале на Ютубе, политолог Сергей Михеев. Я вообще не понимаю, что такого криминального они там нашли. Но они мне один раз запретили на три года, во мне увидели. Поэтому вот это единственный раз, уважаемые слушатели, когда я действительно сравниваю ситуацию в России с ситуацией в Латвии. Или, скажем так, страны Шенгенского союза. Вот ваш Шенгенский союз запретил мне въезд в ваши страны. Поэтому я не могу позволить себе такого розыгрыша ознакомиться, как же вы там живете на самом деле. Много звонков у нас, продолжаем их принимать. Здравствуйте, как вы звоните? Добрый день вашему гостю. Я по такому вопросу. Если вы знаете, у нас есть больше, чем 200 тысяч неграждан. И вы понимаете, что эти люди оказались в такой ситуации по вине и России. Почему Россия на сегодняшний день не принимает никаких мер, как правоприемник Советского Союза? По факту, да, дала возможность Латвии вступить в Евросоюз, в НАТО и так далее, но не потребовала от Латвии, чтобы они исключили эту позорную институцию неграждан. Как вы это понимаете, расскажите, вот эту ситуацию? Спасибо. Так сказать, что называется, времена года меняются, а в общем тут это с другой стороны примерно такой же совершенно пример. Вот до этого был один человек, вот теперь другой человек, а подход примерно точно такой же. Я по советским пространствам занимаюсь много-много лет, с 90-х годов. Я точно знаю, что Российская Федерация неоднократно, и в том числе на официальном уровне, выражала свое недовольство, протесты, и требовала с этим институтом негражданства каким-то образом разобраться. Мы ни в коей мере не поддерживаем ни на каком уровне существования подобного института негражданства. И это всем хорошо известно, на самом деле. Это первый пункт. Поэтому к вопросу о том, что вы, как правоприемник Советского Союза, почему вы, теперь второй пункт. Что касается 90-х годов, на самом деле в тот момент Россия действовала абсолютно в фарватере стран Запада, Европы, США, и вообще никакой самостоятельной внешней политики не вела. Поэтому, когда мы говорим правоприемник Советского Союза, правоприемница Россия, а в каком смысле? В смысле долгов? Да. А в смысле методов действий и ресурсов? Нет. Нет. Это по факту так. Мы не можем считаться тем же, что был Советский Союз. Мы просто таковым не являемся. И третье, самое важное, исходящее из второго. А что, по-вашему, мы должны были бы сделать? Например, для этого объявить войну Латвии или Эстонии, объявить войну как бы блоку НАТО, развязать Третью Мировую, вступить в обмен ядерными ударами. Могу сказать, что на самом деле было сделано. Были максимально свернуты экономические связи. И страны Балтии на самом деле серьезно от этого пострадали. Но от своей политики не отказались. Вот такие у них убеждения, что называется. Какие другие инструменты у России были? Почему Россия позволила Латвии вступить в Евросоюз и НАТО? Когда она могла это не позволить? Объясните. Какие были средства? На мой взгляд, практически никаких. Особенно в той ситуации, когда у власти в стране был у нас Борис Николаевич Ельцин. Тогда вообще речи не о чем было, потому что он не был суверенным лидером. Он не был самостоятельным лидером. Что касается ваших проблем, я вам сочувствую, как русский человек. Я их всячески разделяю и никогда свою позицию не менял и менять не собираюсь. Но смысл в том, что мы с вами все являемся людьми, пострадавшими от распада огромной страны в разной степени. Кто-то в одной степени, кто-то в другой степени. Если вы думаете, что мы от этого не пострадали, вы ошибаетесь, по большому счету. Это ошибка. Но говорить о том, что Россия никогда ничего не делала, это тоже неправда. Делала, высказывала, писала. Вопрос в том, что вы требуете от нас вторжения военного? Или чего? Мы что должны были сделать? Бомбить, оккупировать? Что мы должны были делать? Я понимаю вашу обиду на жизнь. Я ее понимаю, я ее разделяю. Но если смотреть на эти вещи не как обыватели, а как эксперты, как политики, ситуация была гораздо сложнее. Мы сами с трудом выкарабкались из этого периода предательства. Собственного предательства. С трудом. И пока еще мы до конца это не преодолели. Что уж там говорить о 90-х каких-то годах и так далее. Еще звонок у нас только что был сорвался и снова появился. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, Александр. Сергей Александрович, вы бы много могли чего сделать. Первое, что сделал Путин, когда пришел к власти, он ввел визы для нас. Большое ему за это спасибо. Восемь лет мы делаем. Вы хотите знать, что бы вы могли сделать? А вы спросите, пожалуйста, у Зату побьет, чтобы это дократь. Да, мы вас очень плохо слышим. Александр, мы плохо вас слышим. Вы можете нам перезвонить, если вы еще успеете, потому что у нас очень мало времени остается до конца. Ну, я понял, что зато это Затулин, вероятно. Ну, я все понял. Вот Затулин. Затулин дважды был депутатом Госдумы. Затулин, так сказать, является человеком, который занимает место в комиссии по СНГ. Ну, у него спросите, почему он не мог это сделать? Что вы меня спрашиваете? Я не был ни депутатом, ни дипломатом, ни президентом, ни премьер-министром. Что вы меня спрашиваете? Что вы хотите услышать? Почему вы не ввели это? Кто вы-то? Я, что ли? Если бы я был президентом, наверное, ввел бы. Я не президент. Ну, я понимаю вашу обиду, раздражение, но это как бы, ну, понимаете, это на уровне обывателя ясно. На уровне, так сказать, человека, пытающегося действительно анализировать объективно, это бессмысленно. Что вы могли сделать? Что вы могли сделать, если до 99-го года фактически страной управлял, так сказать, ну, просто предатель, да, и так далее, и так далее. А что касается Путина, ну, когда он вообще более-менее самостоятельным стал? Я думаю, ну, может быть, году так в восьмом, шестом или что-то в этом роде. А что касается вас, виз и прочие-прочие визы, ну, по факту, Латвия стала членом Евросоюза и членом НАТО. Понимаете? Как вы хотели, чтобы мы что, вот что мы должны были сделать? Для одних, как бы, не вводить визы, для других вводить. Наверное, это можно было бы сделать. Наверное, да? Но я думаю, что в тот момент это было крайне затруднительно. Я считаю, что политика России на постсоветском пространстве недостаточно активная. И многие проблемы происходят именно из-за наших ошибок. Это так. Но и с другой стороны тоже надо на эти вещи посмотреть. А что мы могли бы сделать? А что мы сделать не могли бы? И опять же, вот Затулин бился. Ну, что он бился, бился, и что он не добился? Вот скажите. Я его знаю хорошо и с уважением отношусь. Но он, между прочим, член правящей партии Единая Россия. Вот что он не добился? И какие-то ко мне претензии? Я вот не член никакой партии. И дальше что? А что вы имеете в виду под словами, что политика России на постсоветском пространстве недостаточно активна? Какой она должна быть? Я думаю, что после распада Советского Союза, конечно, если бы правительство Ельцина не пыталось бы быть хоть немножко суверенным и хотя бы чуть-чуть заглядывало вперед лет на 20-30, я думаю, что она должна была бы вести гораздо более, гораздо более, так сказать, ну, может быть, даже по хорошему, агрессивную политику в отношении других стран, но не с точки зрения такого военного вторжения, а с точки зрения, например, поддержки внутренней оппозиции. Ведь Ельцин полностью отказался от поддержки любых пророссийских сил, любых абсолютно. Это с его подачи, на самом деле, на той же самой Украине дела дошли вот до того, что мы видим. Это с его подачи, например, в Казахстане были уничтожены, иногда физически, пророссийские, прорусские организации. С его подачи, значит, русских повыгоняли из Центральной Азии. Это его все заслуги такие, в кавычках. Это он это делал. Фактически, мы отказались от внешней политики вообще, в том числе на постсоветском пространстве. Вся наша внешняя политика была сосредоточена только на одном. Как понравится США. Тогда, тогдашний премьер-министр Козырев, министр иностранных дел Козырев, который сейчас живет в США, между прочим, он откровенно говорил американцам, когда он был в Америке, мы не знаем о своих внешних интересах, вы нам расскажите. То есть, грубо говоря, мы объявили, что мы готовы принимать полный 100% патронаж американцев. Вот это была первая и главная ошибка, которая, вот подобная ситуация длилась не менее 10 лет, может быть, даже более. А как ее следствие, потеря позиций во всех постсоветских государствах. Во всех. Не менее 10 лет мы просто, не просто там даже ничего не делали, мы делали то, что нам фактически приказывали делать. Является ли это ошибкой трагической? Я уверен, что да. И она породила огромное количество конфликтных ситуаций, включая и те, о которых спрашивают ваши слушатели. Еще у нас есть звонок, коротко успеем принять. Здравствуйте, слушаем. Мы с вами вопросы. Сергей, еще разок, я извиняюсь, но я вам дополню, механизмы в России было. Было, когда Латвия вступала в НАТО, были неотрегулированы границы между Россией и Латвией. И в этот момент вполне Россия могла поставить условия и защитить этих людей, которые по вине же России, Ельцина и других их сподвижников, люди оказались в такой ситуации, когда на сегодняшний день они лишены. Да, мы вас поняли, но времени нет уже. Я так думаю, что вы этот вопрос задаете уже лет 20, как минимум. Вот если вам за эти 20 лет никто не ответил, какого ответа вы хотите от меня? Это первое. То есть я говорю, это ясно, но это как бы прошлогодний снег. Вот и все. А второе. Вы говорите, границы неотрегулированы, это означает война. То есть в тот момент мы должны были начать войну. Правильно я понимаю или нет? Я думаю, что к войне в тот момент Россия была категорически не готова. Если вы думаете, что по-другому, посмотрите, как развивались события, например, скажем, на Северном Кавказе, где даже там у нас возникло большое количество серьезных проблем. Вот и все. Это реальность. Ну что ж, на этом мы завершим сегодня нашу программу. Спасибо вам большое, что нашли время и стали гостем программы «Абонент доступен». Напомним, что у нас в гостях был политолог Сергей Михеев. Спасибо.